Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. Сегодня мы с вами будем обсуждать косметику из ТикТока. Как бы я не сопротивлялась этому новому молодежному веянию, сказала, блин, старуха, но данная косметика завоевала весь YouTube, весь интернет и игнорировать ее уже просто нельзя. Поэтому сегодня я вам предлагаю обсудить такие средства, как тушь Maybelline Sky High, блеск от Maybelline, пудру L'Oreal, нашумевшую крайне и праймер от бренда NYX Marshmallow. Все это мы вместе нанесем мне на лицо, и я выскажу свое невероятно ценное мнение, нужны ли вам данные средства и стоит ли вообще тратить на них свои деньги. Так что если это видео вам интересно, то продолжайте смотреть, а мы поехали! Ну и давайте попробуем, конечно же, с праймера NYX Marshmallow. У меня сейчас на коже ничего нет, кроме бровей, так что самое время нанести праймер. У меня это вот такая миниатюрка, 8 мл. Я не стала брать полноразмерную версию, потому что обычно я праймерами не пользуюсь. И я решила, что если уж мне этот праймер так приглянется, то так и быть, я потом куплю полноразмерную версию. Праймер вот такого розового цвета, он невероятно приятно пахнет маршмеллоу, пахнет зефиркой, хочется это дело съесть. И что нам обещает производитель? Производитель обещает то, что праймер будет разглаживать кожу, что он будет продлевать стойкость макияжа на 12 часов, будет облегчать нанесение макияжа, увлажнять, успокаивать, выравнивать тон кожи, выравнивать текстуру, блюрить и сокращать мелкие морщинки. Иными словами, честно говоря, такое ощущение, что этот праймер должен делать за нас абсолютно все. Крайне странно, что он не наносит за нас макияж. Ладно, давайте я перестану болтать и наконец-то буду его наносить. У нас гвоздь программы. Привет, привет, ты тоже пришел праймер попробовать? Как видите, кожа с данным праймером стала чуть более блестящей, но при этом вы не выглядите как блин на масленице, что просто прекрасно. Здесь нету именно жирного блеска, есть красивое небольшое подсвечивание кожи. Также есть действительно эффект блюра, то есть текстура кожи становится чуть менее заметной. У меня, как вы видите, есть достаточно много воспалений, помимо этого есть много пор кратеров. И сейчас я их в зеркало практически не вижу, то есть эффект блюра есть. Он не оставляет липкости, но все же я ощущаю то, что лицо более увлажненное, чем оно было до этого. Более того, я пробовала наносить данный праймер вместе с одной своей не самой удачной тональной основой, с основой от Шарлотты Тилбери. На мне она смотрится обычно, ну, плоховато, хреновато, я бы даже сказала откровенно. Но с использованием праймера данный тон сидел действительно лучше. Я предполагаю то, что праймер просто позволяет тону лучше приклеиваться и, как следствие, меньше кататься по лицу и делать каких-то неприятных моментов. Дальше давайте вместе с вами попробуем пудру от L'Oreal. У меня это оттенок 120 ванила. А данные пудры, на самом деле, были популярны еще во время моих школьных лет. Господи, я это говорю так, как будто бы это было давным-давно. Хотя это было всего лет 8, наверное, назад. В общем, в школе я любила наносить пудры в качестве тональной основы. Честно говоря, это смотрелось просто ужасно. Кожа выглядела так, как будто бы это слоеный пирожок. Пудру поверх кожи было видно, было видно, что там тонна косметики. Это выглядело плохо. Но мне тогда, конечно же, казалось то, что я прям королевна. В общем, не хотелось бы возвращаться, на самом деле, в те времена и использовать пудру как тональную основу. Но TikTok нас убедил в том, что эта пудра это что-то невероятно новое. Так что будем пробовать, как будто бы это новое. Ну и вот такой результат вышел только с пудрой. Как видите, все еще видно некоторые неприятные моменты на коже. Но при этом тон действительно очень даже неплохо выглядит на камере. Очень важный момент, то что неплохо выглядит именно на камере. Потому что кожа хоть и в жизни тоже выглядит более заблюренной, более идеальной. Нету текстуры, казалось бы. Но когда ты близко подходишь к зеркалу, ты видишь то, что нанесено, на самом деле достаточно много пудры. И чем больше времени будет проходить, так как пудра все-таки сушит кожу знатно, тем больше ее будет видно на коже, к сожалению. При этом не используйте ее при помощи пушистой кисточки. Это будет плохой номер. Ее нужно именно наносить более затирающим движением, не как фиксирующую пудру ни в коем случае. Потому что фиксация здесь, ну я бы не сказала, что это основная фишка данной пудры. Больше того, сейчас в зеркало я вижу, как эта пудра в некоторых местах, где либо был нанесен уход, либо где были какие-то небольшие шелушения, небольшая сухость. Эта пудра в этих местах залипла, и туда, и там накопился пигмент. Хренными словами, если у вас кожа сухая, то вообще забудьте об этой пудре. Ну и дальше я сделаю макияж глаз, и мы будем пробовать тушь. Итак, я вернулась вместе с макияжем лица и макияжем глаз, и давайте теперь пробовать тушь от Maybelline Sky High. Тушь стоит 600 рублей. У нее вот такая очень подвижная щеточка. Для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Подвижность сделана для того, чтобы якобы она могла прокрасить абсолютно каждую ресничку. Также данная тушь должна удлинять реснички, она их должна хорошо прокрашивать, делать невероятный какой-то объем. И внутри, в составе данной туши есть волокна, которые будут, в общем-то, помогать нам делать больший объем и удлинять реснички. Эти волокна это очень спорная вещь на самом деле. Я вам чуть позже расскажу, почему меня эти волокна крайне бесят, и почему вообще я скорее к этой туши отношусь плохо, нежели хорошо. Давайте для начала попробуем ее на глазах. Ну и вот результат нанесения данной туши буквально в один слой. Нельзя сказать, что это какой-то супер объем, супер разделение. Я бы сказала, что достаточно повседневный эффект, но при этом на моих ресницах он неплохой. Но на моих ресницах, в общем-то, очень многие туши смотрятся хорошо, потому что они у меня сами по себе длинные и достаточно хорошие. Вот и второй слой. Как видите, изменилось мало что. На самом деле ресницы стали чуть-чуть более густыми, более яркими. Но при этом стали появляться паучьи лапки. Ну а теперь я озвучу свое итоговое мнение по поводу этой туши. Мы уже убедились в том, что работает она в целом неплохо, она действительно хорошо удлиняет реснички, придает им объем, но меня лично очень сильно смущает то, как она носится в течение дня и как она смывается. Потому что мне очень часто, возможно, это строение мое индивидуальное глаз или это индивидуальная реакция, но у меня часто как будто бы какие-то осыпашки от этой туши попадают в глаза, и в течение дня мне не всегда с ней комфортно находиться, просто находиться. Но самое большое мое разочарование происходит тогда, когда я начинаю смывать эту тушь. Потому что она смывается чулочками из-за этих дурацких волокон. Эти волокна, эти чулочки, мало того, что осыпаются, так они еще и плохо смываются, они периодически остаются у вас все еще на глазах. И каждый раз я потом хожу, я чешу глаза, мне неприятно, я пытаюсь оттуда что-то вынуть, я хожу, глаза промываю, я закапываю капли туда. И постоянно я ощущаю дискомфорт из-за этих дурацких волокон, которые в процессе снятия макияжа попадают в глаза. Также, как я сказала, стоит данная тушь 600 рублей, это очень много для туши Maybelline. Для сравнения могу вам привести, например, тушь от Maybelline, но не Sky High, а Lash Sensational. Она стоит 350 рублей, это очень популярная тушь и очень хорошая, я в свое время ее просто обожала. Также знаменитая от Vivienne Sabo Cabaret стоит 450 рублей. Кроме того, есть такое мнение о тушах Maybelline, в том числе об этой туши, что если вам в принципе не нравятся туши Maybelline, то и эта Maybelline вам не подойдет. И если у вас свои реснички хорошие, то данная тушь сделает вам ресницы еще лучше, но если своих ресничек у вас мало и они не очень активные, то данная тушь опять-таки чудес не сделает. Иными словами, лучше купите Maybelline Lash Sensational, будет дешевле и будет лучше. И последнее, что мы должны с вами попробовать, это тоже Maybelline. Вот такой вот блеск, называется Lifter Glows, который содержит в себе также гиалуроновую кислоту. У меня это оттенок Tapas и якобы данный блеск это аналог блесков от Fenty Beauty. Блеск от Maybelline действительно похож на блеск Fenty Beauty. И когда вы делаете свотчи, кажется то, что отличий нет, потому что одна и та же консистенция, полупрозрачный цвет плюс много-много растворенных внутри блесточек. И когда я только-только сделала свотчи, мне показалось то, что эти блески действительно полные аналоги и нет смысла тратить деньги на Fenty Beauty. Но все же небольшое отличие есть. Давайте я сейчас нанесу блеск на губы. Вот он, собственно, блеск. Выглядит красиво, выглядит ярко. Есть небольшой оттенок, что прекрасно, потому что подобным образом губы не перетягивают на себя абсолютно все внимание. Есть увлажнение, что хорошо, блеск тоже придает, ну, небольшое питание, скажем так, губам. И данное питание сохраняется в течение дня, потому что обычно блески любят просто съедаться. И через два часа нет ни блеска, ни увлажнения, ни питания, просто остаются сухие губы. Но здесь такого не происходит. Но в чем же разница? Если смотрите на свотчи, кажется, что разницы нет. Но сейчас я вам вставлю сюда видео, где на одну губу нанесен Fenty Beauty, на другую нанесен Maybelline. И хоть и цвета разные, но все равно видно разность эффекта. От блеска Fenty больше блеска. Блеск Fenty чуть больше глянцевый, он чуть больше с эффектом стекла. Если вам нужно точь-в-точь, как у Fenty, то это Fenty, к сожалению. Но если вы не хотите тратить полторы тысячи на Fenty Beauty, то очень даже советую вам блески от Maybelline. Они сослужат вам хорошую службу. Ну что ж, мы попробовали с вами все, что я приготовила для нас в этом видео. Сделаем краткий обзор, краткое ревью. Праймер от NYX Marshmallow мне на самом деле понравился. Я не ожидала от него ничего хорошего. Больше того, я даже не хотела его приобретать. Но мне действительно понравился эффект от этого праймера, потому что он увлажняет, потому что он позволяет лучше тональной основе прилипать к коже, действительно продлевать стойкость макияжа и продлевает качество макияжа. То есть, то он не начинает кататься, как у меня порой бывает на лице, он держится на своем месте и хорошо выглядит. Кроме того, данный праймер действительно блюрит кожу. Он стоит дороговато, откровенно дороговато, но праймер хороший. Пудра от L'Oreal, на мой взгляд, это ну такое. На мой взгляд, нет смысла приобретать данную пудру, когда есть тональные основы. Нет смысла возвращаться в прошлое, в 2010-й, когда данные пудры были популярны. Потому что не зря они вышли из продажи, потому что они смотрятся хорошо далеко не на каждой коже. И они, в принципе, смотрятся редко хорошо. Поэтому, если хочется поиграться, сделать эффект вау для тиктока, можно приобрести данную пудру. Но я крайне сомневаюсь в том, что эта пудра будет приносить вашей коже хоть что-то хорошее. Скорее всего, она ее будет просто сушить и все. Тушь Maybelline Sky High понравится тем, у кого хорошие реснички, тем, у кого все хорошо с тушами Maybelline. Но лично мне, хоть и понравился эффект на ресницах, действительно красивые ресницы, но, к сожалению, можно сделать паучьи лапы. И, к сожалению, я ненавижу то, как она смывается чулочками. Ненавижу то, как она попадает мне постоянно в глаза. И то, что глаза ощущают такой дискомфорт. Поэтому я добью эту тушь как-нибудь до конца, но новую приобретать точно не буду. Есть множество тушей, которые делают тоже красивый драматичный эффект на глазах, но при этом они лучше смываются и доставляют меньше дискомфорта. И блеск от Maybelline. Очень хороший блеск. Есть красивое свечение, есть красивый цвет, есть увлажнение, которое сохраняется в течение дня. Но это не совсем полный аналог Fenty. Однако, очень и очень хорошая попытка. Ну что ж, это была вся косметика, которую я хотела с вами обсудить. Скажем спасибо ТикТоку за то, что открыл для нас некоторые хорошие средства. И также не очень хорошие. Мы теперь будем знать, что их нужно обходить стороной. Также спасибо каждому, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось или что оно хотя бы было для вас полезно. В общем, в любом случае ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А на этом буду с вами прощаться. Всем пока-пока.